Привет, с вами Андрей, у нас это, как всегда, на проходении боевого мага. Собственно, мы в вашей серии снаричь на том, что победили босса ДМ-300, у нас вот такие вот способности. Вот такой вот комментарий, если давали у нас вода, вот как зачаровали, что я сейчас. Вот как-то так. Победили мы, собственно, босса, давайте заберем с него немножко из скляна к нам выдали. Наш персонаж проголодался, мы ничем пока помочь не можем, причем у нас остался один загадочный мес, а я их делал. Давайте посмотрим, да, тройку мес у нас еще не ушел. Значит, можно будет зачаровать доспех, который на плюс один, остальные за землями заводят. Но для этого нужно найти доспех. Собственно, переходим на следующую вопрос, и сразу вычем торговца. Мы его нашли. Также подбираем ботляр для свихтов. Ну, в нашем случае ботляра, у вас может быть что-то другое. Продаем ненужный скелетар, для того, чтобы он нам не мешал. Смотрим, сколько по деньгам, 900 монет, это очень мало. Давайте две виды заберем. Пускай будет. 500 монет, наш что-нибудь наподобианка, но он 1000 стоит, у меня просто хватит. Дротики электрические. Давайте возьмем дротики. Собственно, собираем. Аккуратно двигаемся, стараемся. Нам подсказывают то, что у нас прыгунок есть. Прыгунок это хорошо, но единственное, у нас есть антидревитация, поэтому нам очень неудобно его будет давить. Тут могут быть ловушки, что очевидно, я думаю. Подняли немножко холода, она подсказывает, что еще одна ловушка, вода наш друг, у нас зачарование воды, поэтому вода наш друг. Маг. Идем на пол контакт с магом, беремся с ним. А проблема в том, что мы не сможем, скорее всего, победить морда, потому что нам их порно не дают этого сделать. Ой, блин. Так, 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 так. А там маг, как вы видите, стоит, нам сейчас будет очень-очень больно. Сейчас приедем, посмотрим, сколько у них. У них 50% как-то до хрена уже. У них 50% преклонения мягкости и урона 30%. То есть для нас это прям капец как больно будет. А следующий убор у нас, скорее всего, убьет, поэтому наша задача по восстановительному здоровью не рисковать. Ну, это из-за того очень большой урон, потому что чемпион, поэтому вот такой большой урон. Как вы видите, даже наша девчонка не справляется. Ну, я даже, честно говоря, не знаю, что делать. По идее, нам нужно сваливать слишком жестокие чемпионы. Но как это сделать, пока не ясно. Да, мы никак не сможем... А, ну, мы, в принципе, можем одного... От одного избавиться с помощью искажения. Наш щит, обратите внимание, не держится. Просто тревец. Ситуация, честно говоря, очень веселая, необычная. Soon... Ск83ть... Что? О. Его за кусок убили. Шерезь, переливы. Ой, брелья! Все сразу завалдим наш наш. Хорошо что что такое тревчонка конь-тейлера, Мы убили одного. ОООООООООО «РУНОКТСРать!" Ой, блин! Мы выжили эту ситуацию, нам дали огонь, огонь для нас по сути бесполезен, нашли улучшение, нас очень больно пробивает, потому что у нас против чемпионов очень больно бьет, особенно в лицо, то что это красный чемпион, он всегда больно бьет, тут смотрите два спящих нехороших человека, редиски скажем так, нам бы в идеале чтобы они не проснулись, но они правда все же проснулись, давайте их просто к чертям будем сжигать, видите в чем проблема, то что этот чемпион, он станет в любом случае, но видите он погиб, нам повезло, мы познали палочку, она плюс один, сожгли всех бурдалаков в чертям собачьем, давайте посмотрим мимик ли это, это не мимик, это заберем с моей деньги, это было зелье силы, которое они очень сильно защищали, вода наш друг, используем ее, это собственно комната с большим количеством ловушек, тут возможно есть переход, но мы не знаем где конкретно он, возможно он вверху будет, вот здесь вот, да, посмотрим что по монетам у нас 1200, в принципе можем забежать, у нас часовой, чистового проверяем собственно наличие места в инвентаре или вязаем зелье скорости, если у вас есть, у нас есть ловши, у нас есть ускорение в виде ботинок природы, поэтому используем их, мы по сути использовали часы перемещения, вот эти вот часы, я покажу как они выглядят, но это по сути говоря эффект тот же самый был, песочные часы, только у нас были не песочные часы, а у нас были ботинки, вот, а межпространственные часы, это наша тринька, называемая нововведение разработчика, респаун молов, скорость появления врагов на 100%, когда у нас ночь в реальной жизни, у нас в данный момент ночь, у нас до 7 утра, поэтому врагов много. Собственно получили плюс один уровень, что покачать, сложно сказать, что палочки последним зарядом выстрел плюс 3, ну в принципе вот эта вот хорошая вещь, я думаю мы прокачаем её, потому что у нас постоянно палочка заканчивается, и она у нас очень сильно заградит, а холодность в заряженном у нас и редко бывает, поэтому для нас она по сути скорее не актуальна, чем актуальна. Огненный элементарь берем стихием только в воде, потому что у других стихий у нас им драться не получится, в идеале бить его холодом, если у вас есть такая возможность, это элементарь хаоса, очень сильный элементарь, я бы даже сказал он один из самых сильных, у него магия непредсказуемая, непонятно что от него ожидать, очень больно бьет. Но в большинстве случаев против магов работает кольцо стихий, поэтому его стоит использовать, у нас два зелья исцеления, давайте их и заберем, нам также можно забрать анг, но досуге будет. Собственно, бурдалаки. Собственно, бурдалаки. 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 Это антимагический чемпион, у которого не работает магия, поэтому их нужно будет убить только физой. Бурдалаки. Плюс бурдалаки, они очень мерзкие ребята, они будут респаум делать до тех пор, пока вы... Я знаю, что на них не работает огонь, но это и не важно, нам дали румный клинок, румный клинок нам не нужен, это очень сильное оружие ближнего боя. Которое, конечно, лучше всего использовать, если у вас есть такая возможность. У нас очень мало здоровья, давайте восстановим свое здоровье с помощью свиночка, единственное, нам скорее всего нужно перейти на уровень с боссом. У нас, собственно, один бурдалак. Непонятно, где его сопринение. Я вижу сопринение, давайте подождем его. Получили некоторое количество золота, у нас уже четыре санта. Он немножко не радует. Собираем бурдюк. Огонь. Против огня, конечно, лучше использовать стихии. Проблема в том, что он ужасно стоит. Почему ужасно? Потому что он не элементарь, то есть смерть и дропнет зелье огня. Поэтому мы, по сути, потеряем зелье, потому что он стоит над пропастью. Имеется ввиду с неким шансом, но все же. А в пропасть мы пробить не планируем, поэтому мы просто отказываемся от этого. По возможности, это была призывающая ловушка. Нам дали морозного элементаля. Морозного элементаля эффективнее всего убивать огнем. То есть противоположная стихия его. Штилетик давайте уберем. Вурдалак. В идеале, конечно, от вурдалаков избавляться с калачом. Мы брасываем просто в пропасть, потому что у нас пропасть рядом, но у нас нет такой возможности. И мы качаем отчаянно силеном. Вот она просто была, и она нам возможно пересделает. А, собственно, видим еще вурдалаков. Их тут несколько групп. Будем их всех сжигать. Как вы понимаете, вурдалаки бьют физу, поэтому нам проще одеть кольцо. Убили всех на пучку. Надо перебежать маг. Ну, борьба с магом просто вы бьете его физой по возможности и не ловить от него урон. У нас все очень плохо по здоровьям. У нас нет победы. Поэтому мы об этом просим, конечно, от этого не берем. Давайте поедем пирог. Это чемпион растущий. Какая грязь. Как же вы задолбали. Растущий. Какая грязь. Как же вы задолбали. Растущий. Ну, собственно, еще один вурдалак. Ну, этих вурдалаков очень много будет. Поэтому их таким же образом просто прожигаем. Пробиваем. И они, по идее, сами погибнут. Еще одна гнида растущая. Ну, и как же вас много. Это просто... Я, честно, я просто поражен. Это, как говорится, сказать ничего не сказать. Потому что, ну, честно, вы колебали. Но, чем больше врагов против вас идет, тем больше шанс того, что ваши враги вам что-то дадут. Обратите внимание, они идут по воде. То есть, наша стратегия зажигания в урдалаках не сработает. Еще некоторое количество золота получили. Посмотрим, у нас 1000 человек нет. В идеале забрать анг. Нам он пока особо не поможет. Это у нас холод. Холод нам не нужен. Давайте заберем исселение еще раз. Посмотрим под опознание. Рассеивание. Карта. Ярость. Ярость желательно забрать. Она понадобится дальше. Маг. С магом не стоит драться. Надо ждать, пока он не ползет. Как вы видите, маг он в спину разворачивает лицо свое. Он пиной видимо видит. А чтобы не получать было меньше урона, нам нужно было просто дождаться. Переодеть кольцо в стихий, чтобы просто меньше урона получать. На этот момент я упустил. Надо сейчас прыгнуть. Используем антигравитацию, чтобы без проблем прыгнуть. Не пробили без проблем. Получили некоторое количество чаши. Чаши им балансный предмет. Но его в любом случае стоит надевать вне зависимости от того. Пропытого времени. Чаша вообще сильный предмет. Использует. По грейзу чаши. Можно искать скриншоты. Если я делал. Если я делал. Если я делал. По чаши. Если я делал скриншот. Собственно у нее урон получается. Идет от 3N2 плюс 5. Собственно на первом уровне урон 5. Потом 8, 17, 32, 53, 80, 113, 52, 197 и урон 200 с копейками. У меня точной цифры нет. Я поэтому не знаю точно. Вот. Вот. Нам нужно качать чашу. Качаем чашу. В идеале конечно ее через щит качать. Но у нас очень много защиты. Поэтому справимся скорее всего. А СИМХП. Собственно. Тут 4 уровень СИМХП. На самом деле информация немножко врет. Но в любом случае давайте. Скаскуем на себя щит. Из того чтобы не получить лишнюю урон. И вот. Поколим чашу 17. 50. А вот уже. Дальше не стоит пока качать. Потому что. Это у нас получается 6. И тут почему то цифра неверная. Видимо нужна другая формула. Либо разработчиками перебалансила. И теперь ее просто не успевает. Но когда будет у нас полное здоровье. Тогда мы сможем скорее всего откачать ее дальше. А пока. Я думаю просто не будем особо заморачиваться. Давайте. И оденем кольцо. Вместо ботинок природы. Мам кстати очень сильно не везет. Как вы заметили. Я одел ботинки природы. У меня очень мало семян. Начало падать. Количество семян. Прямо вообще. Открытие не маленькое. Угнен элементарь. Мы с ним будем драться только. В воде. С ним нельзя драться в дверях. Потому что он вас сожжет. Здесь могут быть ловушки. Я не знаю где конкретно они. У нас нет точного опознавания. Поэтому. Нам нужно. Прозванивать место. Если не предмет ловушек. Следует улучшение. Здесь возможно. Есть переход. Да. Здесь два камня. Здесь три камня. Здесь еще один камень. Скорее всего. Поэтому наша удача его забрать. Последний камень. Это камень зачарования. Который улучшает вашу. Либо броню. Либо оружие. Любого типа. Прекомендуется конечно. Кто ваше основное оружие зачаровывает. Собственно. Ключ. Но мы пока не можем с ним взаимодействовать. Поэтому для нас он не интересен. Верючность. Да. Странная. Почему странная. Потому что. Мало места очень. Собственно. Ледяной элементаль. Его эффективнее всего бить. Гнем. То есть. Противоположные ему стихии. Которые он будет. Собственно. Латная броня. Это хорошо. Если у нас есть опознание. Это вообще было бы шикарно. Но у нас нет опознания. Нам в этом выпуске не повезло. Это плохо. Нам нужно будет подкупить опознание. Нам нужно опознать латную броню. Два мага к нам идут. Один из них огненный. Второй. Маг у нас за километр выстрел. Вы видели, да? С элементалями конечно же лучше драться в воде. Поэтому. А у нас водная есть. Да, у нас есть. Вы видели? Маг сквозь нас стреляет. На самом деле. Маги. Они вообще шикеры. Мы делемся с огненный. С огненный. С огненный. На самом деле. Нам очень сложно. Все мобы нас решили. Дружно почему-то. Убить. Это камень взрыва. Который наносит урон по области. Нам нужно дождаться момента пока наша упадет. Как объяснить. Собственно упадет дебаф на нас, который висит. А учитывая то, что мы деремся в мели, нам нет смысла использовать стихии. Меняем на кольцо. Обратно. Уберемся. Гнида. Под названием. Монах. Его в идеале сжечь в первую очередь. Но у нас это не получится сделать. Потому что это гнида. Мы здесь очень много урона просто получаем. Лишнего. Нам бьют спину. Постоянно. Потому что у нас. Там очень большое количество магов. Как вы можете заметить. Поэтому они бьют нам спину. Там нужно снять дебаф из частных магов. В бросах этих. Все. Все. Поскинули дебаф. Теперь важно на него еще раз не попасть. Огонь. Давайте огонь покинаем. Опять этот мусорный монах. Честно ненавижу монахов. Потому что они очень много урона в лицо наносят. Физического. Но их можно убить в магии очень просто. Очень просто убить их можно физическим уроном. Точнее магическим. Потому что. Блять. Нам не повезло. Нам нужно убить пять монахов. Ну. В этом вопросе конечно мы не самые везучие люди. Поэтому. Как вы видите. Ситуация становится не очень. Вы видели да. Маг. Мне в лицо выстрелил своей магией. Хотя на него. На него должно висеть очарование. Но оно на него не повесилось. Вот как это работает. Тут я чисто я не понимаю. Но нам придется. Отсюда телепортироваться. Иначе нас просто маг убьет. Мы не сможем к нему. Подползти ближе. Он у нас просто убьет. Так. Давайте попробуем. Давайте особо слимем. Телепортацию. Как вы видите. Там огненный чемпион. Приступит. Огненному чемпиону конечно же огонь нипочем. Это я думаю вижу понятно. Телепортацию. Но остальным будет очень больно. Против огня. Поэтому сжигаем. Вот собственно против огня конечно драться. Такое себе удовольствие. Ой блин. Обратите внимание. Количество огненных чемпионов. У нас опять сажали. Мы отсюда вытекли. У пириагра идет. Как вы видите. Тут очень много этих отбросов. Огненный чемпион. Нам можно убить мага и просто отсюда убежать. Их можно убить холодом. Но зачем нам? Как вы видите. Тут народу до хрена. Огненный чемпион. При смерти скорее всего. Огонь распространяется. Поэтому мы подождемся. А чтобы потушиться нам нужно кинуть против себя огонь. Или кинуть на себя щит. Чтобы нивелировать урон огнем. Вот нашего щита не хватило. Давайте еще щит. Это хаосный элементар. Это один из самых страшных элементарей. Которая здесь присутствует. Давайте посмотрим на нем висит огонь или нет. На нем висит огонь. Мы можем просто вокруг них погулять. Подождать пока. Хаосный. Откиснет. Свиток превращения один из самых полезных свитков. Как вы видите у нас перезарядка не успевает. Нам нужно перезарядку сюда впихнуть. Природа у нас тут не успевает. Отражать. Поджигаем этого монаха. Чтобы он к чертям сгарял. Как вы видите мы можем этого тоже сжечь. Мы сейчас этим и займемся. Не забываем наносить последний удар. Для того чтобы максимально эффективно перезаряжать свои предметы. Особенно если они у вас присутствуют. По еде у нас все очень плохо. Потому что нам не выдают еду от слова совсем. Вы совутаете сами как хотите. Ну вот нахрена у меня вот эта киперовка когда мне нужна еда. Ну вот как то так собственно мы двигаемся. Проблема с едой очень сильная. Вот гни дамаг тут стоит охренеть. Он нам ни хрена не сделает. Но сам факт того что он присутствует очень корень. Да у нас закончилась. Ой блин. Это проецирующий чемпион электричества. Мы не убьем проецирующего чемпиона электричества. Он бьет электричеством. Урон электричеством лицо перезаряжает ваши палочки. Давайте покайтим монаха. Потому что с ним драться сомнительное удовольствие. Мы уже три дворских жетона собрали. По крайней мере в ближнем бою так точно. Элементарь холода бьет элементальным уроном. Эффективнее всего убивать противоположные стихии. Что касаемо мимика. Его скорее всего тоже попробуем сжечь. Пока он до нас доползет. Это огненная ловушка. Как вариант можно на нее его согреть. Чтобы более эффективно горяли. Давайте убедимся в этом. У нас собственно три хода горения. Активируем. Могданную ловушку. Затягнем для меня. Когда сжечь. Я забыл что у нас тушатся ребята когда находятся в воде. Мусорный урдалак подползает. Но их по простой схеме просто сжигаем. Потому что другого у нас не дано. Важно что мы сжигаем холод. Перенацеливаемся. И забиваем этих урдалаков. Урдалаки упали. Точнее один из них упал. Второго не добило собственно дистанции. Из-за этого они оказались бессмертны. Но нам это даже в плюс. Холдом понадобить не надо. Сейчас этот ледяной элементарь будет скорее всего это делать. Что будет скорее всего. Обратите внимание на него холодно реализовался. У нас собственно воздушный уровень. Но его самое простое решение пройти просто через зелье левитации. Так же можно если у вас есть взрыв. Если есть собственно телекинез. То можно конечно и через взрыв с телекинезом. Но это сомнительное удовольствие. Как вариант у нас плюс 7. Давайте посмотрим еще раз цифры. Собственно по чашам. Чаша, чаша, чаша. Чаша у нас плюс 7, да? Плюс 6. Это где-то 150 урона нам в лицо должно залететь. Поэтому мы скорее всего погибнем. У нас 120 хп. Поэтому мы не будем рисковать. А просто будем ждать пока чашу так-так оставлять. А собственно чтобы забрать нам нужно использовать левитацию. Используем единственную левитацию. Дали продуктовый паёк. На самом деле это полезная треновина. Но он в единственном экземпляре. Нам он погоду никак не сделает. Нам бы в идеале конечно же. Если есть такая возможность нам конечно бы получить. рок-хей изобилие. Тогда у нас проблема выследующих палат в Москве. Давайте вернемся нам к торговцу. В принципе у нас следует опознание. Опознаем. Блин, тут еще моба нарезали. Бурдалаков конечно до хрена тут. Задили ему бурдалаков. С помощью магии мы. Сейчас к нам чернокнижник в спину идет. Собственно опознаем через ситок опознания. Опознаем. Ладно, мы все остальное продолжим. Всё остальное продолжим. Покупаем анг. Его нужно будет загрейдить рано или поздно. Я надеюсь что у нас это все таки произойдет сделать. Что касаемо свитка забираем ярость обязательно. Потому что нас очень много могут окружать. Нам просто ярость будет необходимо. Бежим в кузнецу. Угрейдим нашу экипировку на плюс один как минимум. А все остальное можно забрать деньгами. Это гноу громила. По сути он ничем особо не примечательный маг. Единственное от него нужно бегать когда он в ярости. Потому что его ярость очень сильна. Что касаемо таракана. Таракан тоже не особо страшен. Его просто как у него и его паутина нужно просто сжигать. Что ты будешь делать. Ну не везет мне. Ладно. Кузнец. Крикунь и предметы. Мы плюс семь. Получили доспехи. А все остальное забираем деньгами. Забрали все остальное деньгами и все спасибо. Спасибо. Спасибо на том. Собственно защита выдержала огонь. Поэтому это не страшно. А пока мы бегаем имеет смысл удевать кольцо энергии. Чтобы у нас просто больше не заряжалось. Бежим на следующий этаж. Тут огненный элементарь. Как вы помните с огненным элементарем беремся только в воде. Либо пытаемся его убить через холод. Но у нас холода нету. Поэтому мы будем пытаться убивать его в воде. Вот. Сейчас. Не доехали мухи. Обычно все не мешает. Я приготовил мухобойку против них. Чтобы они не отсвечивались. Давайте убьем эту мущественную магу. Когда вы беретесь с магами, эффективнее всего использовать кольцо стихии. Вы просто меньше урона в лицо получите. Электрический элементарь, но он красный, если не ошибаюсь или нет. Нет. Это огонь опять же. Электрический огонь. Офигеть. Но тут в любом случае надо стихии одевать. Потому что он мне просто лицо сломает. Но опять же против электричества драться нужно только в этом. не в воде. Потому что она вам очень сильно будет лицо ломать. Как видите у нас по здоровью целая беда. Постоянно тормозят. Постоянно тормозят. от ciąда ничего не готовы и sometimes heals. Ну если бы масло дальше пойдет карламанаж скорее всего погибнет. Потому что нас очень сильно запрессовывают. Нам тут нет спокойствия, знаете, такого. Постоянно тормозать. он контратакует то есть мы его вроде как раздамажили но он контратакует без логики а собственно маг ну понятно дело что с магом драться какая же ты гнида кто же вас придумал маги еще одно изделие получили парализующий газ забираем кольцо нам не дали кольцо их уже пять вот собственно еще один маг это у нас уклоняющийся чемпион но уклоняющийся чемпион ничего не сделает против огня поэтому просто по той же тактике с ним работаем чтобы вы понимали она постоянно водой тоже место собираем последний жетон указки последний он может быть и больше можно собрать но нам нет смысла забираем кольцо это кольцо урона для нас оно бесполезно но в лицо он и больше бьет снимаем с него чары и можно его превратить что-то другое кольцо урона очень сильный урон и ласит если вы без оружия но мы бьем боссов вообще можно было бы конечно но у нас кольцо все заняты я не успеваю просто все перекладывать поэтому используя свиток превращения для того чтобы превратить во что-то другое ну просто посмотреть нам не показали что это это волшебство волшебство увеличивает силу зачарования и рун но нам нет смысла увеличивать силу зачарования и рун потому что для нас по сути оно бесполезно будет почему потому что ну смысл от того что мы увеличим зачарование рун нам она погода не сделает нижний этаж не следовали там у нас присутствует а палочка порча шикарно давайте попытаемся снять с нее проклятие с огромной присутствует углевый элементарь он на столице будет бить огнем у нас и кольцо одета холод давайте проверим палочку порчи во первых и на насколько она проклятая она не проживает и чем само мы можем его постоянно использовать что то что это огонь его можно сжечь но проблема огня в том что сожжется все вокруг в радиусе огонь в этом вопросе чуть менее полезно это что мы не особо планируем сюда приползать еще как вы видите очень плохая комната становится из того что она просто прожигается нам не дают следующий уровень потому что мы не перешли на дальше ладно всем большое спасибо за просмотр